Недавно мой приятель опробовал свои патроны на гуся. Дробь 4.0. Результаты таковы. На 35 метров в круге диаметром 760 миллиметров 31 пробоина, на 50 метров 12, на 70 метров 2 пробоины, на 100 метров в круге нет, а в щите 800 миллиметров на 800 миллиметров 1 пробоина. Пыл его угас, результаты неважные. А на охоте на гуся много бывает споров именно о патронах. Это естественно. Добыть гуся непросто. И летит высоко, и скорость большая, и очень осторожный. У охотоведов есть статистика. Из 100 человек гуся добывают 7-10. Есть охоты, когда стрельба крупной дробью на дальнее и предельное расстояние бывает не так уж и редкой. Сначала надо приблизительно определиться с критериями самих расстояний. Нормальной дистанцией я считаю 35-40 метров, дальней 45-50 метров, предельной 55-60 метров о стрельбе на нормальной дистанции особых вопросов нет. На вальшнепов это дробь номер 8-7. На мелких пернатых, черков, рябчиков. И номер 6-7. На крупных уток номер 6-5 и номер 4. С выстрелами на дальние дистанции сложнее. И требования к качеству снаряжаемого патрона повышаются. Необходима индивидуальная пристрелка конкретного номера дроби. И патрон уже надо отрабатывать под этот номер дроби и на эту дистанцию. Лучше всего на лист мишени диаметром, 760 мм прикалывать и черную бумажку с силуэтом дичи. Тогда помимо кучности, в процентах, резкости, равномерности, стабильности можно еще фиксировать и количество пробоин в корпусе зайца или кряквы. Наши охотничьи издания на эти расстояния в основном рекомендуют снаряжать патроны с контейнером. Совет правильный, но контейнер контейнеру рознь. У меня их около трех десятков видов. Но подобрать нужный порой не так просто. Многие виды, выпущенные различными ОСТО, никуда не годятся. Не выдержаны диаметры юбок, малы закраины манжет, мал объем самого контейнера, не тот материал берется для изготовления и тому подобное. В результате замысел, накучный и резкий бой на дальнюю дистанцию не реализовывается. Жалко после всех хлопот по подготовке к охоте, промазать по глухарю, лисе, зайцу или гусю. Лучше повозиться со снаряжением патронов для конкретной дичи. Нас интересуют выстрелы крупной дробью на предельное расстояние, 55-60 метров. Удачные выстрелы на 70 и более метров рассматривать не будем, так как они иногда греют душу лишь владельцам ружей. Магнум с патронами 76 или 89 миллиметров. Хотя мне приходилось заниматься и этой темой. Пришел к выводу, что на 60 метров кучность приращивается лучше, при стрельбе без контейнера, но согласованный по всему каналу ствола крупный, начиная с номер 3, дробью, пересыпанный крахмалом. А пыш. Контейнер дает хорошую кучность и резкость, при плюсовых температурах с мелкой дробью до 40 миллиметров. Все эти выводы подтверждены и моими экспериментами по пристрелке крупной дробью. Мое мнение таково. Если пыш по своей конструкции и качеству не подходит для этой дроби, данного канала ствола и сужения, то так оно и будет, то есть не всякий пыш повысит дальность стрельбы. Известный конструктор из стула Шейнин присылал мне для отстрела пыжи. Контейнеры не разрезные с крылышками. Таких в продаже, к сожалению, не было. Так вот, отстригая по желанию пару крылышек, можно регулировать начало отделения контейнера от дроби. Чем позже это будет происходить, при меньшем количестве лепестков, тем дальнобойнее выстрел, так как дробь больше и расстояние находится в контейнере. Ну а поскольку основной массе охотников они недоступны, то при плохом бое с контейнером от них лучше отказаться. Сообщаю результат одного эксперимента, вероятно не всем известного. В 60-е годы оружейники, охотоведы, промысловики решили определить, какая дробь и на каком максимальном расстоянии на лысух будет оптимальной. Подчеркиваю, оптимальной на максимально приемлемом расстоянии. Вывод после экспериментов был таким. Ружье 12-го калибра, длина ствола 750 мм, сужение 1,0 мм, дробь номер 3. Подчеркиваю, что на сотню выстрелов на 60 метров, с дробью номер 3 будет добыто больше лысух, чем с дробью номер 4, 5, 2, 1, 0, 2, 0 и так далее. Я считаю, что надо находить золотую середину в выборе дроби. Конечно резкость номер 3, 0, 4, 0 выше, и добыть гуся при попадании, можно на более дальней дистанции, но ее по количеству меньше в снаряде и обносов будет больше. И наоборот, многие слышали шлепки, при попадании дроби номер 3 на предельной дистанции. Есть такие наблюдения зернова. На 100 метров, при площади гуся, 300 квадратных сантиметров с ружья 12-го калибра, с дробью 4, 0, массой 32, 43, дробины бывает одно попадание одной дробиной, из 10 выстрелов. Таким образом на 4 пораженных дробью гусей, потребуется 36 патронов. Здесь еще следует иметь в виду, что попадание по паданию рознь. Скорее всего, что из 4 попаданий по одной дробине, 2 будут неубойными. Гусь при таком ранении утягивает далеко, и охотнику не достается. Значит на 36 из расходованных патронов, в лучшем случае имеем 2 гуся. Результат, прямо скажем, неважный. Какие же номера дроби использовать? В целом надо иметь в виду, что после 35 метров за каждые 5 метров, кучность падает на 10%. Если, например, кучность на 35 метров, 75%, то на 70 метров 5%. Штингольд указывал, что дробь номер 1 на 60 метров, рассеивается на 2 метра, на 70 метров, 2,5 метра, на 100 метров на 4 метра. Поляков отмечал, что патрон «Магнум» надежно поражает утку на дистанции, до 53 метров при дроби, 39 грамм, и приводит слова Хью и Джиса. Невежд, стреляющих далее 50 метров, надо высмеивать. Знаменитый стрелок России, полковник царской армии Смирнов писал, на 40 метров бью всегда. На 45 метров удачи, от 1 дробь 2 до 3 четвертых выстрелов, на 52 метра бью редко, если попал маслицем по сердцу, не попал и так ладно, на 72 метра не бью. Согласование крупной дроби легче всего подобрать, протолкнув дульному сужению войлочный пыш и засыпая в один слой сверху в дуло дробь. Сразу увидите, что лишь несколько номеров дроби разместятся плотно и без хляби. Если этого не получится, надо подбирать контейнер. В шай из ружей магнум гусей стреляют, дробью номер 2 в 56 грамм, до 55 метров, на 55 метров с обычного ружья, дробью номер 2 в гуся попадает, от 1 до 3 дробин. Мы же привыкли, чтобы попало минимум 4-5 дробин. Опыт показывает, достаточно двух убойных дробин, именно убойных. А чтобы определить, таковы ли они, при пристреле надо под лист подкладывать дощечку и ориентироваться по резкости боя. Уж по крайней мере в гусиные патроны массу пороха, я беру по этикетке на банке. Мой патрон на гуся, дробь номер 1, 0, 0, 0, с дроби номер 0 в круге 27, 30 пробоин на 60 метров. Пластмассовая гильза, живело, порох-сокол, 2,3 грамма, свой пластмассовый обтюратор. На него обращаю особое внимание. Обтюрировать надо как можно тщательнее. Можно брать пыш дробовой шейнина для 12 и 16 калибров, затем две картонные прокладки, войлочный пыш осаленный, 1 дробь 3 ДВП и дробь 36 грамм для МЦ-21 вместе с крахмалом, перемешана заранее, заделка звездочкой. Крахмал для лучшей амортизации, обтюратор для лучшей обтюрации, звездочка, чтобы картонка не мешала при вылете дробового столбика. Большой знаток дробовой стрельбы Фокин писал, что пересыпка дроби картофельной мукой – лучший в мире концентратор для чока. Так что не пренебрегайте этой скрупулезной работой для выстрела по гусю на дистанции до 60 метров, пусть простят меня те исследователи и охотники, чей опыт я не привел в этой статье. Важно искать и находить, не жалея патронов, времени, сил. На охоте это оправдается. Опыт при стрельбе – первейшее дело. Знаю таких охотников, которые умудряются подкрасться к сидящей гусиной стае на верный выстрел. Чего им не стрелять дробью номер 3 и 1. Кстати, нужно тренироваться в определении расстояния до цели. Я определяю расстояние так. Длина гуся на 60 метров примерно равна ширине дула одного ствола при вскинутом ружье. Если силуэт гуся намного меньше, стрелять уже нельзя. Тут 100 и более метров. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!